Добрый вечер, я Максим Путинцев, а на стенде сегодня Лариса Крапивина, командор отряда Кравеллы. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Оранжевое лето открывается под вашим патронажем в пятницу 19 июля в Екатеринбурге на Верхосецком пруду. Детскую песенку под таким названием все знают, а вот всероссийские обучающие сборы, я в этом совершенно не уверен. Поэтому давайте разберемся, что же такое оранжевое лето по-екатеринбургски, по-каравельски. Не просто 19 июля, а 19 июля в 19 раз. В 19 часов еще в таком случае должно было бы быть. Нет, в 13.30, да, завтра у нас открытие сборов. История возникновения сборов была до предела банальна. Мы увидели в 2001 году, что, нет, вернее даже в 2000 году, что огромное количество народа стремилось приехать к нам на нашу программу. И познать, почувствовать, что такое быть каравельцем. Что такое вообще отряд каравелла в действии. А поскольку самая эффектная, самая привлекательная, это, конечно, летняя программа. И людям больше всего хотелось туда попасть, на яхты, в экипажи. То мы поняли, что мы просто не справимся с тем наплывом желающих. И не сможем параллельно обеспечить все наши интересные программы для наших ребят, для городских. И мы развели вот эти две программы. То есть мы сначала отводим, ну, в смысле, полностью две смены нормально в рамках городской оздоровительной компании. Классические, назовем их так. Да, а потом, когда на третью смену у нас остается немного ребят. Вот у наших ребят сейчас осталось всего 25, и они вполне успешно занимаются. И к ним теперь добавилось еще большое количество ребятишек. Но эти ребята приезжают к нам из России и из разных территорий Свердловской области. Так что представители 17 территорий, в том числе Москва, Челябинск, Тюмень, Санкт-Петербург, Киров. Вот они сегодня все заехали там, заселяются и так далее. А также Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, деревня Родина. Широчайшая география, получается, и локальная, и глобальная. Достаточно большая и интересная. Как вы ребят отбираете? Я подозреваю, что желающих наверняка ведь гораздо больше, чем 100 человек, которые попадают на оранжевое лето. Да, есть у нас отбор. Прежде всего, конечно, это наши многолетние партнеры, то есть те организации, которые в сотрудничестве с Каравеллой уже много лет. Это те, кто работают по нашим методикам, те, кто осваивают конкретно и реализуют в жизни принцип разновозрастного объединения, обучают и живут по законам Каравеллы, как бы мы сказали. То есть это люди не случайные, получается, они уже понимают и ценности, и принципы Каравеллы. Кроме того, это должны быть ребята из общественных объединений. То есть некоторые приезжают из гражданско-патриотических, некоторые из нового движения, сейчас Российский союз школьников, который РДШ называется. Мы не ограничиваем желающих в их стремлении, но всегда сразу говорим, поскольку вот эта неделя, она очень интенсивная, насыщенная, с жесткими требованиями дисциплины, соблюдение правил техники безопасности. Если люди заранее все это обговаривают и готовы к нам приехать, то мы, как правило, берем всех. Но сейчас мы, конечно, еще и ограничены немножко в бюджете, поэтому да, у нас 100 мест, и вот они все заняты. Лариса, получается, 100 человек, довольно широкая география, с ней разобрались, все это будет длиться неделю. Вот тут хотелось бы понять, чем именно ребята будут заниматься эту неделю, насколько они предоставлены сами себе, или наоборот, они постоянно в таких вот любящих и следящих за всем руках профессионалов-педагогов будут находиться? Заниматься они будут, ну, понятно, яхтингом. Парусный спорт, это он у нас главный и центральный, плюс журналистика, фехтование, киносъемка, фото, кросс. Это и или или? Это все вместе. И фехтование, и яхты, и журналистика, и яхты. Это все расписано по занятиям. Вам недели не хватит. Нам недели хватит. Более того, у нас еще в сотрудничестве с нашим замечательным киноконцертным театром «Космос» будет кинопросмотр, как всегда, благотворительный, и обсуждение фильма, одного из премьерных фильмов этого года. Далее мы поедем на однодневную экскурсию по местам формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. Это тоже наши партнеры, замечательная общественная организация Уральского добровольческого танкового корпуса. И плюс департамент молодежной политики, он, как всегда, нам, поскольку обеспечивает очень большой такой, дает помощь в плане призового фонда, поэтому мы проводим конкурсы, соревнования, различные творческие какие-то состязания, позволяющие выявить не только детей, кто у нас способен к спорту, да, предположим, а тех ребят, кто хорошо танцует, хорошо поет, хорошо сочиняет, хорошо читает стихи. То есть нам хочется, чтобы вот в рамках этой недели все участники наших сборов почувствовали какой-то свой талант. И дальше, приехав уже в свои территории, вот наша-то задача основная вот это, подготовить некий кадровый лидерский резерв, чтобы, приехав к себе, они начинали стремиться, ну, во-первых, если это дети... Чтобы вокруг них уже, соответственно, какое-то ядро образовывалось. Создавать актив и также включаться в серьезную такую какую-то социально значимую общественную деятельность. Потому что мы всегда им говорим, не важно, сколько тебе лет, да, тебе может быть и 12 лет, но если ты активен, если ты в партнерстве даже с теми же школьными какими-то объединениями организаций начинаешь себя проявлять, то там ты тоже для себя вот это поле для реализации найдешь. Ларис, можно чуть подробнее про поездки, про экскурсии по местам формирования Уральского добровольческого танкового корпуса? Да. Потому что, ну, вот мы знаем памятник Варежка в Екатеринбурге, у нас недавно появился информационный центр, и все. Но, я так понимаю, у вас программа гораздо более широкая? У нас предполагается поездка в три направления. Во-первых, это Челябинск, Челябинский тракторный завод, который известный всем Тонкоград, и все, что связано с формированием Уральского добровольческого корпуса в той части. Это вот где у нас Златоуст, Черные ножи, то есть вот это. Ну, важно понять, что это не только Свердловск, это еще и Челябинск, конечно же, в годы войны. Ну, подождите, вторая точка, в которую мы поедем, это Нижний Тагил. Это Нижний Тагильский танковый завод. Да, Уралвагон который. Да, да, да. Туда мы едем тоже на экскурсию, там шикарнейший совершенно музей, и подготовлена уже серьезная экспозиция у них, поэтому мы показываем и рассказываем ребятам. То есть смысл-то ведь в том, чтобы не только дети, видите, программа внешняя, не только дети нашего региона узнали об этом корпусе и вообще о подвиге народа Уральского региона. А чтобы ребята, приезжая в свои территории, тоже понимали, что да, там велись бои, допустим, в Москве, и очень серьезные есть экспозиции, но вся страна работала на победу. И вот туда, куда они приехали на сборы, и вроде бы они приехали сюда петь, танцевать и ходить на яхтах, а оказывается, здесь очень серьезная история, вроде бы в тыловом совершенно городе, связанная с историей Великой Отечественной войны. Плюс третье направление – это Алапаевск. Там тоже шикарный музей, там прекрасные экскурсоводы, которые расскажут нам о подразделении связистов, которое полностью было скомплектовано, вроде бы в совершенно маленьком городке, да, и ушло, и практически, ну, очень многие люди погибли и не вернулись с войны. В каком возрасте участники «Оранжевого лета» мой такой вот дилетантский взгляд, он подсказывает примерно следующий ответ. Ребята должны быть в одном возрасте, плюс-минус пару лет, ну, чтобы им было как-то интереснее и эффективнее взаимодействовать друг с другом. Так ли это? Нет, у нас как раз другая принципиальная позиция по комплектованию количества участников по флотам. У нас в каждом флоте есть и ребята младшего, и среднего, и старшего школьного возраста, и ребята-студенты. Это большое такое разновозрастное сообщество, ну, где-то, ну, там, больше 30 человек, получается, в одном флоте объединяется, и в каждом флоте есть и младшие, и средние, и старшие. И, по сути, все участники сборов — это такая большая социальная семья. Мы моделируем, конечно, семейные отношения, семейные ценности продвигаем, и нам хочется, чтобы старшие максимально заботились о младших. Младшие понимали, что ведь у детей же очень часто возникает такая иллюзия, что все в их жизни происходит волшебным образом. Само по себе, да. И это вдруг возникло. Так вот, чтобы это возникло, есть титанический труд взрослых и старших ребят. И мы это все время им показываем. Мы говорим, старшие очень много работают, старшие устают, на взрослых огромная нагрузка. Вы, живчики, вы такие активные, вы у нас такие молодцы. Давайте, поддерживайте, помогайте, тоже заботьтесь о тех, кто старше. И многие дети, приезжая потом в территорию, родители нам отзваниваются и говорят, мы потрясены, мы поражены. Он приехал, он у нас такой заботливый, он тут все у нас дома делает. Казалось бы, всего неделя. Всего неделя, да. А приехал уже совершенно другой человек. Но, по крайней мере, развернутый, в том числе и на понимание интересов своей собственной семьи. Кстати, про количество флотов. Всего их три. И ваш вот этот белый платочек, это не просто аксессуар, насколько я понимаю, это самый настоящий платок участника оранжевого лета одного из плотков. Это называется галстук. Сегодня на вахте белый флот. Вот они мне торжественно вручили этот галстук, потому что руководитель сборов ходит в том галстуке, который флот сейчас на вахте. И с удовольствием повязывают, гордятся ребятам, что у них такой галстук есть. Конечно. Они не просто, они еще и футболки носят с гордостью, и кепки, которые мы выдаем, потому что у нас экипировка, и, как я говорю еще раз, призовой фонд достаточно шикарный. А еще не только белые, но и красные, и синие. Белые, синие и красные в соответствии с символикой нашего флага российского. У нас просто, когда на заре зарождения сборов, сразу было принято решение, что мы придаем им статус всероссийский. Что все ребята, в том числе из территории России, могут приезжать к нам на эти сборы. Совсем коротко, самое последнее. Насколько я понимаю, все закончится большим гала-концертом. Да. 24-го числа мы проводим такой большой гала-концерт. Мы его называем «Созвездие Урала». Причем, но все-таки для нас, потому что эта тема уральская главная, там из числа участников будут выбраны лучшие номера по пению, танцам, чтению стихов. Понятно. Алло, мы ищем таланты, и эти таланты 24-го покажут себя. Уже они покажут себя во всей полноте. Спасибо вам большое. Я напомню, что на стенде была Лариса Крапивина, командор отряда «Каравелла». До свидания и удачи.